Друзья, хочу показать вам необычный магазин Кузница Варга Через группу в ВК у отличного мастера Вы можете себе приобрести спортивные турнирные мячи Я сам купил здесь Федершверт Кроме того, вы можете сделать заказ под себя Так я наконец приобрел Шинбяо, который давно хотел Переходите по ссылке в описании и подписывайтесь на группу Если такое развлечение вам не чуждо Мур, привет друзья, это Зверько и зеленый гайд на Белерика Разработчики сделали нам большой подарок Вручив столь замечательного танка за какие-то простецкие действия Это вам не 32К БО копить Чем же хорош Белерик? Это танк поддержка, при том он очень гибок к сборке Минус же у него в том, что он зависим от предметов Но это решаем Навыки Пассивный навык Цветок жизни Белерик получает от предметов на 20% больше ХП Активная часть навыка За каждые 200 очков урона, полученных Белериком Он в отместку стреляет, ну наверное шипом Или плюется в противника, покемон же Урон наносится магический и состоит из 25 единиц урона И плюс 2% от общих ХП Белерика Это значит, чем больше здоровья у вас, тем больше урон На магический множитель даже не рассчитывайте Пассивка атакует ближайшего противника Чтобы выбрать конкретного врага, вам надо в него попасть первым навыком Учитывайте, если вам нанесли 100 урона, а потом еще 100, выстрел будет А вот если нанесли, к примеру, 600 урона разом, то пассивка сработает не 3 раза, а только 1 Отталкиваясь от этих данных, мы будем увеличивать себе ХП и стараться снизить по нам урон Первый навык, семя природы Белерик по земле запускает лозу, которая наносит урон всем на своем пути Кроме урона, помечает одного противника для нацеливания пассивки А также замедляет перемещение пораженных на 40% К сожалению, снаряд перемещается сам медленно и если кидать, то с сильным упреждением В основном используем как дополнительный масс урон Второй навык, сила природы Белерик отнимает часть своей ХП, кстати, от этого тоже срабатывает пассивка Повышает свою скорость на 40% и усиливает свою следующую атаку с руки на 250 единиц и 6% потерянного здоровья цели Вызывает обездвиживание, рут, на 1,2 секунды А также исцеляет Белерика на потраченное ХП Если вы за время усиления никого не ударите, ХП не восстановите Что интересно, урон, нанесенный самому себе, не прерывает исцеление от шлема небесного стража Этот навык, наш основной контроль и инициация в одном навыке Не фантастика, конечно, но сойдет Ультан, щит природы, Белерик Мгновенно исцеляется на 10% и активирует зону защиты вокруг себя Когда союзники в пределах этой зоны получают урон, Белерик принимает в себя 40% от этого урона А пока навык активен, урон по Белерику уменьшается на 30% и 40% на третьем уровне навыка Это очень полезный навык, который отлично работает в тимфайтах, при том имеет достаточно короткое КД Навыки этого танка направлены на его пассивку, потому что она офигенна И один билд мы тоже направим на нее Эмблемы Берем эмблемы танка с перком «Смелый удар» Так мы будем вторым навыком не только жизни возвращать, но и исцеляться Если этого перка нет, берем стойкость Способности Из них рекомендую «Железную стену» и «Вспышку» Теперь к сборке Тут сложнее, поскольку есть несколько направлений развития Снижение входящего урона для частоты срабатывания пассивки Увеличение ХП пола, больше здоровья, также больше срабатывания пассивки Или увеличение полезности каждого выстрела у уже упомянутой пассивки Я постарался совместить второй и третий направления Первая сборка Начинаем с самоцвета Наше исцеление равняется урону и фарму Волшебные сапоги, поскольку Белерику нужны предметы И плюс 80 золота За помощь в убийстве – хорошее подспорье Оракул даст ХП, магическую защиту И увеличит отхил от удара второй способностью От ульты и дальнейшего шлема стража Пылающий жезл Неожиданно, но фишка в том, что он отнимает за выстрел 9% ХП постепенно Это на порядок усиливает пассивку Можете посмотреть в ML фактах Или мы можем заменить жезл на ожерелье заточения Этот предмет отключит отхил некоторых противников Поскольку на определенных рангах союзники не догадываются приобрести антихил Шлем небесного стража увеличит количество ХП и вы сможете дольше находиться на поле боя, а значит получать больше золота Древняя кираса ослабит атакующих вас противников, как она работает тоже есть в ML фактах Сумеречная броня сократит избыточный урон, но вместо нее можно вообще взять что душе угодно Только щита финны не советую Пока снимается щит, наша пассивка не атакует Это билд, направленный на большой ХП пул и исцеление Второй это фан билд на возврат урона Так пофанится в обычке Сапоги-скороходы Проклятый шлем будет наносить урон в процентах по противнику Огненный жезл Шипованная броня Теперь автоатакеры сами себе будут наносить урон Штормовой пояс очень гармонирует со вторым навыком Шлем Небесного Стража Это билд на агрессивную отдачу Тактика Особых хитрости нет Первым навыком атакуем тех, кто потоньше Чтобы нанесенный вами урон выцеливал этого сквиша Вторым навыком желательно их же и останавливать Ульту применяем в масс-файтах и стараемся держаться между противниками и союзной командой Чтобы, если какой урон прилетал в союзников, он уменьшался вашей ультой Во время действия ульты мы можем применить железную стену Это сократит входящий урон Самая банальная инициация Беллерикам Замедление первым навыком Прожимаем второй навык, подбегаем, рутим противника и месим его с кулака Если враг не перефармлен и урона за раз выдает немного, вы даже можете соло заколбасить некоторых дамагеров Но помните, что Беллерик командный герой А поскольку ульта все-таки снижает входящий по нам урон, иногда полезно применять ее и в соло боя На этом все, надеюсь гайд вам поможет А пока подписывайтесь на канал, делитесь видео и ставьте лапки Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok